Привет, народ! Это снова я, Тайфон Бруклин. И мы сегодня с вами начинаем, начинаем, начинаем варьировать, варьировать. Это хип-хап детков. В рамках моего проекта мы с вами распечатываем сегодня 50 видеозаписей, в каждом из которых 3, 4, 5 разных вариаций, советов и упражнений для вашего танцевального развития. И в общей сложности это более 300 советов, как вы сможете двигаться дальше в вашем развитии. Итак, основа этого диска это варьирование. Что такое варьирование, мы сейчас с вами рассмотрим на примере самого-самого-самого простейшего движения, которое можно придумать в хип-хопе. Это кач, кач вниз. Самый-самый простой вариант. То есть это то, даже я бы сказал, не базовое движение, это базовое, это основа вообще хип-хоп танца. Кач это, в общем-то, очень простое движение при помощи коленных и не только суставов, но мы присаживаемся в бит музыки. И не только в бит, но в основном в бит. Вот, мы присаживаемся и таким образом создаем базовое, основное движение для фундамента, такое базовое движение для всех хип-хоп танцев. Фактически во всех хип-хоп танцах, в разных периодах, разных стилей, разных регионах, есть кач. Везде кач разные. Где-то он вниз, где-то он вверх, где-то в сторону, где-то вперед. Где-то более ньюскульный, где-то более олдскульный. Но не важно. Главное то, что он есть везде, и что на его основе уже строится движение. То есть дополнительно к качу добавляется еще что-то, работа телом, рук, корпусом и так далее и тому подобное. И все это уже становится танцами, различными танцами. Каждый из которых нужно варьировать. Дабы, дабы, дабы вы стали более-более разнообразными и интересными танцорами. А сейчас на предмете кача вниз мы рассмотрим, как же его можно варьировать. Вообще, что такое варьирование? Варьирование это видоизменение какого-либо движения без потери его основной составляющей. Такая формула довольно-таки простая. Значит, смотрите, кач вниз. Во-первых, мы можем его проварьировать на месте, никуда не исходя по ритму. Например, мы можем сделать его в два раза быстрее. Просто-напросто качнуть, не в бит, а в два раза быстрее бита. Бит и между битом еще разочек качнуть. Можно сделать серии по два раза. Или можно наоборот сделать два замедления. Например, один раз качнуть, а один раз пропустить. Один бит качнуть, один пропустить. Раз, пропустить. Раз, пропустить. Также можно сделать его с рывком. Рывком, то есть не обычно качнуть, а стараться его более акцентированно, акцентированно сделать. Или, например, наоборот, с затяжкой. То есть сделать не в обычной скорости, а затянуть медленнее, медленнее сделать, медленнее. Это только пять вариантов танцевания кача. Вот. И вот мы уже его проварировали. И это только на месте. Что мы можем сделать дальше с этим качем? Мы можем добавить к нему шаги в конце концов. То есть для начала мы можем на опойной ноге, стоя на опойной ноге, свободную просто отставлять в разные стороны. Вперед, назад, в сторону, нахер с другой ногой и так далее. По диагоналям и так далее. То же самое можем делать и с другой ногой. Таким образом мы, стоя на месте, уже разрабатываем ноги. Это одно из упражнений по разработке ног. Вот. И также варьирование кача. Вот. Кроме того, конечно же, мы можем делать всегда это, как я уже сказал, в разную ритмическую составляющую. То есть медленнее, быстрее, в каждый бит через один или как-то по-другому. Кроме того, мы можем попробовать сделать поворот. Поставив одну из ног накрест и таким образом уже создав, так сказать, замах для поворота. В дальнейшем просто-напросто используя качери, не используя его, повернуться в одну сторону, в другую, поставив ноги накрест или вперед, или назад и повернуться таким образом. Это тоже вариация. Дальше. В конце концов, мы можем делать, начать делать шаги. Шаги на месте или шаги в разные стороны. В любом, в любом, в любом направлении. Вперед, назад, в диагональ. Так, всяк. Это все только на одном уровне. Еще мы можем ниже присесть. Но пока мы будем говорить на том, что на одном уровне вариации делать. Кроме этого, конечно же, сюда подключаются еще и скоростные разные режимы. Медленнее, быстрее, с затяжкой, акцентированно. И в разных направлениях. Шаги в стояну, шаги вперед. Миллион вариантов для варьирования. И это только один кач вниз. Вот таким образом, на примере кача вниз, я вам хотел показать и показал, что такое варьирование. И чем мы, собственно говоря, будем заниматься дальше в этом диске. Пацаны. Пацаны. Пацаны.